Соперниками Екатерины стали более 600 спортсменов из 34 регионов страны. Перед турниром спортсменка вместе с ее наставником Ириной Голубковой тренировалась почти ежедневно. Месяцы подготовки не прошли даром. Екатерина Кунгурцева завоевала сразу две награды. Второе место в дисциплине прыжки на батуте и первое в мини-трампе. По итогам турнира Екатерина заслуженно получила право представлять нашу страну на первенстве мира в Японии. Мы реально готовились серьезно к этим соревнованиям. Мы даже 10 дней за неделю до соревнований были на сборах в Новогорске. Мы тренировались там, две тренировки в день, практически без выходных. Затем мы приехали сюда, мы тренировались в день. Но так как она учится один раз в день, тренировались здесь. Поэтому для нас это был самый основной старт. Областной центр стал местом проведения чемпионата и первенства города, а также детско-юношеского фестиваля по панкратиону. На соревнования заявились более 240 спортсменов. Для начинающих фестиваль по панкратиону – первый шаг в мир большого спорта. Здесь зачастую решаются, будет ли ребенок продолжать тренироваться. Можно проиграть, но остаться в спорте. Неудачи закаляют характер. Мои первые соревнования были 4 года в городе Иваново. Естественно, я растерялась и проиграла, потому что меня поставили с мальчиками, и я не поняла, что делать. Ну а на второй соревновании я тоже проиграла, но заняла второе место. А если все же выстоял, значит прошел первое, самое важное испытание. И значит, есть шанс оказаться в числе лучших. Сборная Ивановской области в этом году на первенстве страны вошла в десятку сильнейших регионов. Более 60 наездников собрал Кубок города по конному спорту. Участники соревнований продемонстрировали спортивные дисциплины от выездки до конкура. Соревнования собрали наездников из Ивановской, Владимирской, Костромской, Ярославской и других областей. Успех выступления в этом виде спорта складывается из нескольких составляющих. Он зависит не только от спортсмена и лошади, но и от того, как напарники взаимодействуют. Важно попасть в характер. Лошадь и человек должны соответствовать друг другу по темпераменту. В результате соревнований было разыграно 15 комплектов медалей. 11 наград высшего достоинства завоевали воспитанники 11-й спортшколы. Два новых спортивных фестиваля на одном стадионе. Пока в Крытом Манеже на локомотиве футбольные клубы сражались за титул победителя в рамках турнира «День футбольного единства», на открытом поле регбисты выясняли, кто увезет домой детский кубок «Золотого кольца». Задача и одного, и другого фестиваля – дать возможность детям провести каникулы не только весело, но и с пользой. Среди участников турнира по регби в основном начинающие спортсмены, которые занимаются не больше года. Ребята от 2007-2008 годов рождения играют в контактное и мини-регби. Ребята помладше – в бесконтактный вариант игры. Мы хотим его сделать ежегодным, мы хотим его в планах сделать межрегиональным и, конечно, в планах сделать его и международным. Но я надеюсь, что в следующем году мы увеличим количество участников. Ну, а в этом году поиграем, посмотрим и потом поработаем над ошибками. Экватор турнира «Олимп ФНЛ» позади. Текстильщик провел свой второй домашний матч. И эта игра с волгоградским ротором оказалась менее удачной для красно-черных. Уже на 15-й минуте встречи гости удачно атаковали ворота. По иронии судьбы забил бывший игрок-текстильщик Анзор Саная. На 28-й минуте второе предупреждение получает Максим Сидоров. И красно-черные остаются в меньшинстве. Воспользовавшись моментом, гости забивают снова, но гол не засчитывают. Итоговый счет 0-1. Победа остается за ротором. Впереди второй круг ФНЛ. Может быть, для ФНЛ не скомплектовались так качественно, как хотелось бы. Но ребята у нас хорошие. Многие ребята дебютанты. Это да, но они все равно во многих матчах уже проявили себя. Кто-то прибавляет, кто-то постепенно идет пошагово вперед. Но в целом, я опять же повторюсь, команда у нас все равно хорошая, крепкая, боевая. Единственное, что может быть опыта. Многим не хватает опыта, поэтому мы где-то совершаем, знаете, вот такие ошибки невынужденные, которые приводят к удалениям, еще к чему-то. К тактические ошибки, конечно, присутствуют. Но это все должно, знаете, через игры только, через получение определенного опыта. Я уверен, что ребята будут прибавлять. Уверен. Свой следующий матч в рамках турнира «Олимп ФНЛ» «Текстильщик» проведет уже 3 ноября с командой «Химки». На этом у нас все. Любите спорт в себе, а не себя в спорте. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова